Отлично. Спасибо большое. Доброе утро для меня. Это огромное удовольствие присоединиться к вам виртуально в Алматы. И сегодня я подключилась к вам из Дубай, ОАЭ. И, как уже было упомянуто, я являюсь одним из авторов глобального отчета ЮНЕСКО. И сегодня я хотела бы поговорить об основных моментах, которые касаются в этом отчете реформатирования политики креативной индустрии. Как вы все прекрасно знаете, этот отчет был опубликован в феврале этого года, и он предоставляет глобальный обзор культурного и креативного сектора в десяти главах. Этот глобальный отчет является очень важным для нас, для всех, потому что он предлагает нам огромный массив данных относительно текущего состояния креативной индустрии в разных странах мира. И, кроме того, он также высвечивает вызовы, дает нам рекомендации для долгосрочного принятия политических решений. И, таким образом, это является для нас неоценимым руководством для того, чтобы поддерживать не только принятие политических решений в области культуры, но также и для устойчивого развития в целом. И особенно в такое время, когда мы восстанавливаемся после разрушительного эффекта пандемии COVID-19 и возвращаемся к нормальной жизни. Поэтому глобальные тенденции, наверное, также в очень специфическом контексте к нам поступают. И в данном случае мы с вами говорим о конвенции 2005 года по защите и подвижению разнообразия культурного выражения. И вы наверняка знаете, что эта конвенция является международным правовым соглашением, который в настоящее время ратифицировали 150 стран и Европейский Союз. За последние несколько лет благодаря этой конвенции была оказана поддержка креативной творческой экономики, которая позволила представителям творческих углов, профессионалов и граждан создавать, производить, распространять и наслаждаться многообразием. Это результатов культурной деятельности. В данном случае мы говорим о том, что были вовлечены различные министерства, не только те, которые занимаются вопросами культуры. Артисты, профессионалы, организации гражданского общества. И сейчас мы говорим о том, что в сердце этой конвенции – это создание совместными усилиями креативной творческой экосистемы. А сейчас давайте посмотрим, что же нам говорит этот глобальный постковидный отчет. Какое состояние креативных экосистем и какие сейчас существуют политики, которые вдохновляют на развитие креативности по всему миру? Это своего рода комбинация как хороших, так и не очень хороших новостей. Но с другой стороны, в отчете говорится о глобальном искусстве и сфере культуры, которые являются молодыми и быстро растущими секторами экономики по всему миру. В 2019 году экспорт культурных товаров и услуг вырос вдвое с 2005 года и достиг 389 миллиардов долларов. С другой стороны, в отчете также говорится о том, что креативные культурные сферы деятельности являются наиболее уязвимыми секторами экономики. И, возможно, вы зададитесь вопросом, почему это так. Потому что, с одной стороны, госинвестиции в сферу культуры снижались в последние 10 лет. Также условия работы становятся не столь безопасными для артистов. И справедливая и устойчивая оплата их работы остается отдаленной мечтой. Тенденции в сфере глобальной креативности, о которых я только что упомянула, касались периода с 2018 по 2021 год. Половина из которого, я уверена, что вы, конечно же, помните, мы все провели в темной тени пандемии COVID-19. В отчете указано, что пандемия стала особенно сложным временем для этого сектора. В 2020 году свыше 10 миллионов потеряли свои работы. Были отменены международные поездки и также культурные мероприятия. Есть верничная реальность, когда мы говорим о глобальном отношении к искусству и культуре, которая начала образовываться и расти в условиях хрупких и неопределенных времен COVID-19. Мы все знаем, что большое число людей по всему миру не смогли встречаться, не все смогли встречаться своими семьями, друзьями, коллегами и были вынуждены проводить время дома. И я знаю, что мы, многие из нас смотрели Netflix и другие стриминговые каналы за последние два с половиной года. И, конечно же, наслаждались плодами деятельности писателей, актеров, музыкантов, продюсеров. И в отчете ЮНЕСКО, тем не менее, показано, что даже несмотря на то, что люди все более и больше потребляют культурный контент онлайн, создатели этого контента все еще имеют сложности с тем, чтобы получать средства за свои работы. И базовый парадокс, или так называемый эффект парадокса в том, что в условиях даже постковидной ситуации сложно работать в сфере искусства и культуры. И об этом говорил спецдокладчик ООН по культурным правам госпожа Кайрима Бенун в ее отчете выступлений в ООН. И мы, конечно же, все признаем важность культуры в жизни людей, особенно за последние годы. И признаем это тем, что это то, что приносит нам наслаждение, улучшает благосостояние, благополучие людей. И многие профессионалы сферы культуры, тем не менее, вынуждены работать и в других секторах. И мы здесь наблюдаем большой отток таланта, даже в странах, где есть хорошие механизмы социобеспечения для фрилансеров и самозанятого населения. Все эти результаты говорят не только о необходимости справедливой оплаты труда, но также и о тех трудностях, вызовах, которые представляет нам цифровая сфера. И дисбаланс, который мы наблюдаем в притоке культурной продукции и услуг. И также неопределенный или низкого социально-экономического статуса артистов и профессионалов из сферы культуры. И сейчас мне, конечно, хотелось бы, чтобы мы обратили внимание на те вызовы и рекомендации, которые у нас выстроены вокруг четырех ключевых областей. И именно вместе они нам говорят о важности и мощи культурного и креативного сектора. Давайте сейчас мы посмотрим на вопрос справедливой оплаты и статусе представителей культуры. В отчете нам говорится о том, что в государствах действительно были приняты и принимаются меры по обеспечению справедливой оплаты, безопасных условий труда. Также и в период пандемии COVID-19. Однако такие усилия не были равномерными, единообразными. И очень большая часть работников сферы культуры не смогли получить пособия. Либо же увидели, что осуществляется цензура в отношении их деятельности или свободы выражения. И во многих странах также были предприняты усилия по обеспечению безопасности экономического потенциала, культурных и креативных сфер. Но все-таки необходима более координированная политика, потому что голоса артистов все еще остаются слабыми в общем процессе. В этом контексте в глобальном отчете рекомендуется провести незамедлительные интервенции по повышению статуса деятелей культуры, обеспечению коллабораций и сотрудничества между различными министерствами для цельного подхода. На уровне министерства правительства между сферой культуры и другими секторами, между государственными и частными секторами, а также с целью гарантирования справедливой оплаты и улучшенного механизма социальной защиты. Один пример из Южной Кореи, где представители, деятели культуры стали сторонами соглашений, договоренностей в сфере культурной деятельности и сейчас могут получать пособие по безработице. Что касается гендерного равенства, уже признается этот вопрос приоритетом в сфере культуры и творческих профессий, что также было подтверждено отчетом по конвенции 2005 года с целью обеспечения гендерного равенства. Организация гражданского общества также играет ключевую роль в создании и увеличении потенциала. В общем целом, можно сказать, что сейчас мы видим больше женщин, которые начинают возглавлять какие-то культурные советы или национальные советы по вопросам искусства. Например, мы наблюдаем такую ситуацию, что все равно только треть всех наград, которые мы видим на кинематографических фестивалях, все-таки их порядка 60 крупных кинофестивалей, получают женщины. И можно сказать, что гораздо больше еще предстоит сделать, чтобы женщины не были недопредставленными, и чтобы они имели больший доступ к госфинансированию, и чтобы их работа была более видимой и признавалась коллегами-мужчинами. И что касается гендерного равенства, то эта рекомендация является ключевой для отчета. Необходимо действие в сфере найма, продвижения, финансирования, а также награждения. Кроме того, необходимо далее мониторировать данные. Хотелось бы привести пример Министерства образования и культуры Финляндии в разрезе гендерного равенства. Были приняты руководства по инклюзивному продвижению гендерного равенства и отсутствуют дискриминации на операционном уровне. И все бенефициары сейчас, бенефициары грантов Министерства должны делать вклад в продвижение гендерного равенства. Ну а сейчас давайте посмотрим на культуру в цифровой среде. Мы уже увидели, что онлайн-деятельность растет экспоненциально. До этого был слайд по глобальным трендам и порядка 62% всех доходов в музыкальной сфере в 2020 году пришло из стриминга. И для того, чтобы поддержать такое ускоренное изменение, большинство стран, которые являются сторонами конвенции 2005 года, разработали, внедрили политики, направленные на цифровую трансформацию культурных институтов и культурной сферы. Но сценарий такой деятельности не является совершенным. И все еще существует цифровой разрыв ввиду незабалансированного ландшафта, платформ, алгоритмов. Также из-за цифровой неграмотности и интернет-нейтральности необходимы дополнительные действия, которые бы обеспечили представленность и большее разнообразие различных участников. Национальные цифровые стратегии не всегда адекватно освещают специфичные потребности культурной и креативной сферы. И, конечно же, в разрезе цифровой экономики мы также видим, что самые крупные дистрибьюторы культурного контента финансируют само производство, генерацию этого контента. Это означает, что они оказывают напрямую влияние на продвижение культурного выражения. С учетом всего этого в глобальном отчете подчеркивается необходимость для большего межсекторного сотрудничества и соответствующих моделей или механизмов, на которые можно будет ориентироваться и которые бы воплекали, как Министерство культуры, СМИ, радиовещательные компании, представители сферы торговли и Индус-3, необходимые инвестиции в цифровую грамотность и необходимы новые модели ведения справедливого бизнеса. Представители и деятели культуры с начала пандемии больше полагались на стриминг как источник дохода, но этого дохода может быть недостаточно для профессиональной карьеры. И давайте мы сейчас посмотрим на пример Индии в 2017 году. И представители индийской промышленности представили новую модель GEO бесплатно в сельских районах Индии. И так называемый эффект GEO стал номер один приложением для потребления данных. Там есть и музыка, и фильмы на местных языках. И тем самым индийский контент стал потребляться больше. В качестве примера, в 2019 году индийский музыкальный лейбл пригласил YouTube-звезду QDP, потому что у него было большое количество подписчиков. А сейчас посмотрим на поток культурной продукции и услуг. Участие развивающихся стран в глобальном потоке культурной продукции немного замедлилось за последние три года. И причина для этого в префиненциальных мерах, которые не идут на пользу или не отдаются для развития таких стран. Статья 16 Конвенции 2005 года по префиненциальному обращению для развивающихся странах является, думаю, из обязательных положений Конвенции. Это означает, что именно реализация этой статьи приведет и поможет привести к снижению уровня неравенства среди стран в культурной и креативной сфере. Лишь одно соглашение, соглашение о свободной торговле между Республикой Кореи и Республикой Центральной Америки содержит приложение по аудио-визуальному совместному производству и услугам, которые признаются цены совместного производства фильмов, анимаций и различных программ для развития, как вклад в развитие индустрии. И даже здесь мы видим, что стороны четко говорят о том, что интерпретация и применение этого приложения должно выполняться на их собственных условиях. Это означает, что стороны Конвенции неохотно применяют свои торговые соглашения для развития преференции или для того, чтобы предложить преференциальные условия развивающихся стран. Когда мы говорим об аминности, о возможности работать в других странах, пересечения границ с целью поиска работы, коллабораций, поиска аудитории и рынков, мы видим, что это вот только начало признаваться как естественной, нормальной частью профессиональной траектории работников сферы культуры. Однако пандемия вставила палки в этот процесс. И мы, конечно же, видим, что визовые режимы стали одним из крупных барьеров для путешествий на глобальный сектор. Для обеспечения протока культурной продукции и услуг, и чтобы они стали частью двусторонней и многосторонней торговли, в глобальном отчете рекомендуется инвестиции в различные программы по поддержанию торговли, а также делается призыв к развитым странам по активной грантовой поддержке развивающихся стран. В свете всего этого в глобальном отчете говорится о том, что пандемия показала, что сектор культуры и креативная сфера были в сильном зависимости от более обширных социальных изменений. И в этой связи в отчете делается призыв к тому, чтобы различные страны признали важность разнообразия творческого выражения как ядро гуманности и ценности культуры на общественное благо. Спасибо.